Hi, my students! Наступает время летних каникул. Скоро студентам старших курсов происходит последний отдых перед заключительным этапом учёбы и писанием дипломного проекта. Во многих учебных делах, в университетах, институтах перед дипломниками стоят серьёзные проблемы. Какую тему диплому выбрать? Сталкивался я с такими дипломниками, которые, институтские преподаватели которых сами затруднялись дать им тему дипломных проектов, чтобы они поставили темы. Мне приходилось давать такие темы, лектором-дипломникам и руководители их институтские преподаватели были очень довольны выбранными темами дипломных работ. Защитились они прекрасно, соотличиями все защищались. И вот сегодня мне бы хотелось предложить на Ваше рассмотрение такую интересную, перспективную тему, которая подходит не только на дипломный проект, но и с перспективой на будущее. Развитие. Немножко преамбулу скажу. Очень большая актуальность приобретает в настоящее время в вопросе движения объектов в плазмы. Это и в плазме атмосферы, и в плазме атмосферы, и в плазме атмосферы, и также в движении искусственно созданных плазмы, которая по слухам ослабляет сопротивление воздуха, значительные экономики горячей, при движении летательных объектов в атмосфере. Но повторяю этот вопрос в стадии изучения и сказочный характер людей, потому что, чтобы он не имел сказочного характера, предлагается его исследовать настоящими приборными методами. Но поскольку мы не можем в лабораторных условиях создать движение, кроме возвратно-поступательного прямолинейного движения через тревожительный сад и механизм, но вращательные движения создать прочее. Поэтому предлагается вариант, когда рассматривается сопротивление движения воздуха при вращательном движении. Параметры плазмы очень интересны. И само моделирование плазмы, во-первых, представляет собой большое интересное. Как она будет делать? Ну, в плазме мы встречаемся, за маслом, вот лампы над нами, они заполнены плазмой, низкотемпературной газового разряда. Ионовые лампы, которые в производстве в их помещениях стоят. Это всё плазма низкотемпературная. Также огромное значение приобретает плазмную технологию в химическую промышленность, где через объём плазмы пропускается необходимая реактива. Эти реактивы там в плазме реагируют каким-то образом, ну, заданным образом, исходя из засыпаемых компонентов и их неваленности, и, соответственно, способности к соединению. И на выходе получается готовый продукт практически мгновенно, что обеспечивает непрерывность производства при большой массе необходимого производства продукта. В частности, и химическую добавление. Вот поэтому... Но здесь мы остановимся с вами. Не на самой... Не само плазма будет у нас не самоцель, а самоцель будет движением. Поэтому вот предлагается вам такой вариант, исходный вариант дипломного проекта. Рассмотрим эту картинку, которая здесь изображена. Здесь изображён стенд для исследования движения объектов плазмы. Показываю его название. Стенд состоит из корпуса, замкнутого корпуса. И в этом корпусе расположены две опоры, О1 и О2. Вот они, О1, вот О2. Опора... Между опорами закреплён электродвигатель ЭД. Электродвигатель присоединён со схемой управления двигателем и у КРМП это устройство контроля расхода мощности потребления этого двигателя. Ну, на концах опор имеются механические объекты, сопротивление которых мы исследуем. Например, пропеллеры. Плазму в таком замкнутом объеме мы создаём двумя путями. Либо вот воздействующим высокочастотным напряжением под резонансным трансформатором от ОРТ через вот эти устройства в области которые я назвал ИВ-1 искровой возбудитель и искровой возбудитель и 2. Создаётся плазма так же как в лампе неоновой лампе низкотемпературной плазмы. Второй способ тут же изображён я не стал отдельный рисунок рисовать а тут же второй способ это два соленоида С1 и С2 они соединены с генераторами высокой частоты. Это генераторы микровых волна обычно при достаточном турке они стандартные эти генераторы выпускаются в промышленности так же как и двигатели с ним управления то есть можно собрать подструктив вот такой несложный подструктив и собрать такой лабораторный прибор и его исследовать исследовать на следующих режимах на режимах каких если мы будем индуктором возбуждать эту плазму то можно в принципе в воздушной среде это делать если в разрезенной среде то лучше вот такими искровыми промежутками создавать там плазму параметры параметры плазмы самой исследуется достаточно широко известным методом но это надо в дипломе все проработать то есть задание параметра плазмы по температуре вот в индукторах там до 5000 градусов могут быть плазмы образовываются в зависимости от силы тока или от числа в ток этого индуктора а в неоновых лампах гораздо ниже то есть можно регулировать исследовать плазму при различной температуре ее измерять соответствующим методом вот таким путем естественно когда мы это плазму запустили туда в этот корпус то мы вращаем двигатель давая ему соответствующее число оборотов смотрим на расход на потребляемую мощность потребляемая если у нас плазмы нет у нас будет одна потребляемая мощность при наличии плазмы и определен сне характера потребляемая мощность будет соответственно двигатель меняться вот степень изменения и показывает если она будет уменьшаться то соответственно параметры плазмы и параметры стоения как говорится этого профиллера и по снижению потребляемой мощности мы можем судить о снижении сопротивления этой атмосферы с учетом плазмы в реальных условиях вот такая предлагается тема интересная с учетом развития интернета сейчас существует на скайпе видеоконференции можно проводить не только на скайпе но и в гугле и в других системах поисковых системах например в яндексе в mail.ru также видеоконференции можно проводить международные то есть студенты могут объединиться над созданием вот этого одного проекта каждый внося свой вклад и обмениваясь результатами они могут создать очень хороший дипломный проект коллективный но где каждый несет свой вклад в частности специалисты по измерению параметров плазмы выдадут результаты свои специалисты по разработке стенда по измерению мощности параметров двигателя свои результаты дадут и в совокупности общий результат это будет вот эти графики зависимости потребляемой мощности от параметров плазмы температуры и концентрации там еще свободных носителей вот такой интересный проект предлагается и у него очень большой практически будет выход конечно интересно поделиться степенью как вы будете общаться в интернете соответственно могут подключиться организации как если студент успеха то он уже заведомо работает в какой-то организации если он работает в соответствующей организации то он может непосредственно вот этот стенд создать и получить от него необходимые научные результаты которые быть может станут его путем направления вектором движения в науке в инженерном и в научном бизнесе я не говорю здесь о теории вопроса то здесь конечно во всякой инженерной проблеме если подойти с точки зрения математических моделей то здесь необъятность полюбительности особенно что касается вот желаю вам успехов желаю вам хорошо сдать экзамены и подготовиться к своим дипломным работам написать это защитительно отлично и конечно надо использовать все возможности интернета для создания микроколлектива по решению оперативному решению определенных научных задач например такой задач как сейчас предлагается она очень актуальна для классики в частности для самолета строения это строение ну и также она просто интересна научной чисто научной интересной она представляет потому что законы Ньютона надо же проверять во всех условиях как они работают за столь состояние вещества как особого состояния вещества которое называется клап вот желаю вам успехов спасибо вам большое внимание всего доброго до новых встреч до новых встреч до новых встреч до новых встреч